Культура И нравственности Что важнее Для современного Уважающего себя Культурного Грамотного человека Что важнее И позвольте прежде чем На этот вопрос ответить Зачитать вам из миссионерских писем Святителя Николая Велимировича Одно очень важное письмо Ответ женщине Которая Ездила в Европу И после своего посещения Одного известного европейского курорта Поделилась своими впечатлениями Со святителем Николаем Вот что пишет он Адресату своего письма Письмо 224 Вы мне пишите Что провели зиму На одном известном европейском курорте Несколько дней вы чувствовали себя Очень приятно Пока ваш взгляд Скользил по мраморным дворцам Мозаичным фонтанам По чистым ровным улицам Храмам и музеям Библиотекам и отелям Всему тому Что услаждает любопытный взор И считается Культурным наследием Только спустя некоторое время Вы заинтересовались людьми Вернее они сами В ожидании своего куска Пассионер Обращает ее внимание на главное Не обманывайте И они создали культуру Содома Содома Известного Своим злом Не были великими И миссиканцы Создавшие великую И славную культуру Культурным городом Считался Капернаум Но культура Не спасла его От славы Содома Потому что Сам Господь Иисус Христос сказал И ты Капернаум До неба вознесшийся До ада Не свергнешься Но говорю вам Что земле Содомской Отрадней будет День суда Нежели тебе Евангелие от Матвея 11 глава 23-24 стихи Культура и нравственность Не всегда идут рядом Смотрите Какие важные слова Дорогие друзья Может быть не сразу Вы согласитесь С этими словами Но это очень глубокие слова Культура и нравственность Не всегда идут рядом И нельзя по уровню культуры Судить о ценности Человеческой личности Или народа В заключение Позвольте мне задать вам Как славянке вопрос Вот святитель Николай Задает адресату Своё письмо Этой женщине Очень важный вопрос И собственно Этот вопрос Дорогие друзья Нам можно Каждый самому себе задать После опыта Пережитого вами В культурном городе Н Что по вашему мнению Является главной задачей Славянских народов Создание культуры Или воспитание Нравственности Что мир ожидает От славян Культуры Или духовности В чём сейчас Вопиющая необходимость В культуре Или в добрых людях Так заканчивает Своё письмо Святитель Николай Велимирович И хочется обратить Ваше внимание Дорогие мои друзья Ещё на одну грань Нравственности И подлинной Духовной культуры Духовная культура И нравственность Это ещё Любовь К своей родине Именно ту землю Где Господь судил Тебе родиться Вырасти И жить Очень важно любить И благодарить Бога Что она есть И хочется зачитать Вашему вниманию Предложить Одно Удивительное Стихотворение Удивительное Почему Что Его написал человек Когда ему было 15 лет Один из современных Очень талантливых Актёров Денис Берестов Может быть Это имя И фамилия Вам известны Те кто Регулярно смотрит Телеканал Союз Потому что На православном Телеканале Союз Денис Берестов Много лет Был ведущим Передачи Беседы с батюшкой И вот В 15-летнем возрасте Денис Берестов Составил Такое стихотворение С его разрешения Я зачитаю его вам Далеко За морями За синими Все что видишь Не то что у нас Безупречно И каждая линия Своей строгости Радует глаз А Россия Земля наша кровная Не покажет Такой красоты Здесь дорога Ложится неровная И церквей Покосились кресты Эх Россия Познала ты Многое Сколько слез У тебя позади От кого ж ты такая От Бога я Почему же такая Убогая Но вдруг Что-то Защимет в груди И какая-то Гордость Тоскливая Мое сердце Заставит кипеть Ах какая же ты Все-таки Красивая И захочется мне Пролететь По полям Твоим Вольную птицею Заблудиться В широких лесах По ухабам дорог Прокатиться бы До залетной Песни В санях И пускай Нету Правильной Строгости И пускай Нет прямого Пути Но прекраснее Этой убогости И роднее Ее Не найти Вспомним слова Святого праведного Иоанна Кронштадтского Одного из выдающихся Пастыря Нашей русской церкви Который говорил Забывают русские люди Что такое Россия Россия Это подножие Престола Божия Будем любить Нашу прекрасную Родину И благодарить Бога Что она есть Будьте здравы И Богом хранимы Дорогие друзья Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Продолжение следует